Алексей в военкомат решил прийти не дожидаясь повестки. Парень оформлял срочку, пока учился в университете. Теперь, рассказывает призывник, готов идти в армию. Благодаря военной кафедре в ВУЗе и работе на железной дороге хорошо знаком с некоторыми аспектами военного дела. Копать даже на работе хватает, так что окоп это без проблем. С автоматом справляюсь, метание гранаты тоже спокойно, одевание противогаза, основные навыки есть, так же самое и вождение. Многие парни в коридорах военкомата не знают наверняка, где и как будут служить. В основном мнения об армии формируются по рассказам друзей и слухам, говорят будущие солдаты. Друзей у меня достаточно много было в армии, и каждый рассказывает свое, кто положительные, кто негативные эмоции насчет него. Все говорят одно, что достаточно много хорошего в этом есть, но есть минусы в плане дедовщины. Гигиена, в разных частях по-разному же бывает отношение к солдатам и так далее. Призывать в армию срочников или перейти на контрактное формирование войск решали на государственном уровне несколько лет. Призыв постепенно сокращался. В прошлом году по сравнению с 2012-м в армию забрали почти в два раза меньше срочников. Осенний призыв официально объявили последним. Однако уже весной постановили пополнить армию более 37 тысячами ребят. В связи с обостренной ситуацией в стране исполняющий обязанности президент Александр Турчинов подписал указ о возобновлении срочной службы. По сравнению с предыдущими призывами, безусловно, в 4-5 раз увеличено плановое задание. Весной, осенью, в среднем, прошлого года мы отправляли где-то 450-500 человек. Планировалось отправить только во внутренние войска. На весеннем призыве порядка 180 человек. Создать эффективную контрактную армию в Украине пока нереально, считают в Комитете ветеранов вооруженных сил. Офицер запаса Валерий Попов объясняет, в европейских государствах военные реформы проводились годами и в первую очередь решались финансовые вопросы. К тому же в задачи оплачиваемых солдат не должны входить бытовые вопросы. Для того, чтобы пойти на контрактную армию, он должен получать достойную заработную плату. Контрактная армия, она, это специалист, и он должен ничем не заниматься. Ничем. Не убирать территорию, не готовить, не в караулы ходить, не в наряды как. А у нас на сегодняшний день при всех, даже часть где-то на настоящее время набрали контрактную армию, но они занимаются все равно еще бытовыми вопросами. Всего в Харьковской области планируют призвать более двух тысяч парней. Повестки им начали рассылать заранее, чтобы успели пройти медкомиссию и собрать все необходимые справки. Правда, годными в солдаты могут признать далеко не всех. Список непризываемых болезней немаленький. Обращают внимание даже на лишний вес. Если масса тела превышает, там определенные степени ожирения, мы направляем его в эндокринологическое отделение для обследования и подтверждения диагноза. Гипоталамический синдром выставляется в стационаре диагноз, он приходит к нам с заключением, заполненный акт, и мы уже выставляем непредатность, годность, негодность. Для годных к службе сейчас остро стоит вопрос распределения. В ответ на переживания родителей в военкомате уверяют, новопризванных неопытных бойцов не могут отправить в горячие сегодня Донецкую и Луганскую области. О контрактной армии речь пока не идет. На время тяжелой ситуации в стране просто нет средств на ее создание и обеспечение. Вместо контрактников горячие точки отправляют мобилизованных офицеров запаса. Анна Сердюк, Борис Буцевич, Объектив неделя.